здравствуйте дорогие друзья сегодня мы хотим представить вам на канале день тв известного ученого доктора биологических наук заведующего лаборатории развития нервной системы института морфологии человека ран сергей вячеславович савельева здравствуйте здравствуйте очень рада вас видеть и хотим сообщить тем кому понравится сегодняшняя передача что мы надеемся что надеемся что сергей вячеславович к нам будет относиться благосклонно что мы еще не раз с ним поговорим о различных интересных вам ему и нам проблемах что эти встречи станут постоянными и в свою очередь мы призываем задавать вопросы в комментариях писать мы обязательно их будем рассматривать обязательно будем спрашивать то что интересно нашим зрителям я думаю что это будет некое продолжение серийное такое как и здесь недавно родилась идея о том что это может называться заправка мозга если это подойдет слушателям то мы бы готовы заправлять если есть чего и куда мы думаем что да наверное даже спонсоры появится неожиданные от это зрели славич вот первый вопрос я достаточно давно слежу за вашими выступлениями нам уже лет пять-шесть вы рассматривать очень широкий круг проблем но вот одна из них почему-то как-то вот мне кажется узкая знала от внимания либо может я этого не видел вот это такая интересная тема как всевозможного рода социально-девиантное поведение причем не каких-то отдельных частных лиц как бы да а когда целые народы общество впадают какое-то такое возбужденное состояние происходит революция некие бунты социальные потрясения протесты вот сейчас допустим мы наблюдаем за уже который месяц происходит волнение во франции желтых жилетов но вот недавно даже очередной марш оппозиции в москве украина у нас бурлит постоянно не прекращается вот связи с этим хотелось бы выслушать ваше мнение вот все вот эти движения волнения они же наверняка имеют под собой некие такие глубинные биологические основания как мы принято это обычно рассматривает свой к такую социальную призму как политико-социальную как бы да но наверняка же есть нечто то что лежит гораздо глубже то что мы не видим как бы но на самом деле возможно это является ключевыми пружинами этих процессов я вот читал у петерима сорокина попытки как бы да вот это все описать вот интересно было послушать ваше мнение про биологические причины вообще социально-протестной активности да этот если говорить о социальных катаклизмах у меня есть такая книжка она называется церебральный сортинг где я пытаюсь так чуть-чуть затронуть этот вопрос потому что в историю стараюсь не лезть потому что там свои законы а если и лезу то рассматриваю исключительно с биологических законов мне абсолютно все равно все безразличные в общем все равно что обсуждать какие там причины давно французы они просто хотят дешевой еды и доступные качественные они хотят мыться каждый день они жить в условиях лимитированного ограничения очень жесткого по воде они хотят жить когда владелец магазина публично жалуется что вот раньше у нее была возможность владельца магазина там снимать квартиру вдумайтесь в париже площадью 30 квадратных метров а теперь придется снимать комнату то есть квартиру как бы тоже называют это вот где спать только стоя 9 квадратных метров господа естественно люди хотят жить получше когда они рядом видят дворцы в том числе и всяких странных людей приезжающих из нашей страны из арабского мира и там строящих замки восстанавливающих конечно они возмущаются они возмущаются тем что у них там зарплаты такие как пособие у тех кто приезжает северной африке но это это на самом деле просто оголтелая несправедливость которая в которой заинтересованы собственно говоря те кто на этом зарабатывает ищи кому выгодно кому выгодно дешевые трудовые ресурсы как германии ищи кому выгодно система внутри государственной напряженности которая позволяет граждан которые коренного населения вынуждают идти на большие потери в том числе экономические под давлением искусственно создаваемых обстоятельств там есть такая манипуляция и естественно что ну что ждать там от правительства франции если человек работал в финансовых системах американских финансистов которые ему и купили это место давайте уж называть все своими именами макрон это ну во первых не макрона микрон по сути дела по его деятельности он человек вторичен поставлен финансовым капиталом для того чтобы управлять этой системой но естественно деньги и любят деньги поэтому он будет высасывать из француза все что угодно и сколько угодно пока у него будет такая возможность но это все внешняя сторона этой всей системы потому что если обернуться немножко в историю то никаких на самом деле вот этих общественно-экономических формаций которые там высосали из пальца в девятнадцатом веке в начале двадцатого конечно нет потому что везде есть в той или иной степени многоукладность какой-то экономики всегда есть ну какой там гигантский французский капитализм приведший к революции начнем говорить учитывая страну лавочников хронических ну вот о чем вообще какой то какие там большие масса трудящихся это что там два пекаря в булочной это идиотизм нет ну конечно люди которые настаивают на каких-то своих оголтелых фантазиях они всегда найдут подтверждение в любой стране конечно не об этом речь идет а совсем о другом обычно как с этим никто не спорит всякие революции катаклизмы происходят когда примерно 10 15 процентов населения возникает недовольных и достаточно активно более активно часть да наиболее активно 10 этого хватает для того чтобы смести любое правительство ну вот в москве там кол двадцати миллионов человек но если выйдет три миллиона на улицу ну вы понимаете не никаких сил веков не остается разбегутся как тараканы на грязной кухне при включении света это же уже нас было в девяносто первом там 93 феврале феврале 17 это уже все было это все сметается вот так и можно их кормить до посинения к черной икрой и они все разбегутся потому что ничего против этого противопоставить вопрос когда и почему это происходит то есть какие глубинные причины естественно не недовольство недовольство это всегда катализатор это та соломинка который ломает спину верблюда а механизм почему в одной ситуации эти люди появляются а в другой случае они не появляются или рассасывается или или наоборот все рассасывается распадается в чем дело и попытки хорошие удачные попытки там марксистов так сказать перевести это на какие как-то описать вот ну как капиталистов тоже конечность нельзя же распространить капитализм вечно он не может увеличиваться а если он будет если планета круглая и конечная то капиталистическое решение не бесконечно а раз все равно будут кризисы это но это понятно но это все прекрасные вещи имеющие большое значение для сиюминутных решений сиюминутных проблем то есть скажем тактических но стратегически они не отвечают на главный вопрос а почему все таки это происходит неизбежно и тут мы касаемся уже действительно моей темы то чем я занимаюсь то чем я интересуюсь это биологических процессов глобальных которые собственно говоря управляют эволюцией человечества здесь нужно надо очень очень четко нужно понять что экономические здесь почти не работают то есть вот эта идея что все от желудка это хорошо но как только желудок хотя бы на треть полон это перестает работать вообще какие-то другими какие же и вот здесь мы вступаем на стезю как раз эволюции человечества дело в том что говорят некоторые эти антрополухи моих не могу назвать еще и психологи еще есть историки это об антропологии тьма этих людей которым очень хочется быть венцом эволюции все же вы знаете на западе вообще антропологии целый комплекс наук называют все в кучу все что касается человека от медицины до гуманитарных ну все антропологии вот им очень хочется быть венцом эволюции к сожалению господа вынужден вас разочаровать вы к сожалению не венец эволюции а судя по вашим работам часто ну совсем не венец но если это шутка а если всерьез то процесс эволюции мозга не только не прекратился там 50 100 тысяч лет назад как пишут многие эти олухи а он продолжается с дикой скоростью причем скорость эволюции резко возрастает почему потому что там 50 тысяч лет назад даже 5000 лет назад таких инструментов уничтожение друг друга не публичными способами то есть когда там боролись за трое там фильм вышел тогда вот там они в острыми ножиками друг другу там кое-что отрезают все это весело значит и очень ясно вот да там кто ловчее махал палкой начну как в обезьяннике тот значит у нас главный победитель ну и кто быстрее успевал размножаться это то есть два процесса значит убивание друг друга размножение воспроизводства но такой курятник это все понятно а сейчас возникло очень много способов начиная от скрытых способов стерилизации людей из-за сложности обучения и длительности образования истребление определенного контингента во время подготовки к учебе осуществление учебного процесса изоляция этих людей а то есть они что-то умеют от источников самореализации то есть сейчас скрытых внешне очень гуманных процессов которые все говорят мы за гуманизм мы одобрям все это да но этот он просто непригоден и в результате таких например но я приводил многократно использование айкью тестов в сша они уничтожили практически всех своих потенциальных математиков физиков крупных оригинальных ученых они просто истребили о них не допустили до высшего образования сортируя школьников при поступлении в институт и сортируя школьников даже внутри школьного образования то есть это на самом деле геноцид собственного народа там можно признавать там больных детей нормальными пожалуйста это ваше дело но когда вы нормальных и талантливых признаете ненормальными это еще хуже то есть у нас идет не восходящее уже развитие а идет по сути деградация да эти инструменты которые победили в двадцатом веке привели колоссальная деградация еще рейган когда наконец-то открыл стал распадаться советский союз и началась такая относительно свободы перемещения просто публично говорил благодаря россии мы решили наши проблемы с математиками и физиками которых у нас или не было или было очень мало открыто кроме этого неоднократно выступлениях и американский президент звучал что и химики и биохимики биологи из стран бывшего социализма и россии высоко подготовленные они решают их проблемы то есть они это все высосали и почему высосали но если бы свои были кому нужно их же больше их же намного больше там европе 600 миллионов там в америке там триста но если вас так много почему у вас нет талантливых значит вы что то не то делаете а делали они вот как раз тот самый искусственный отбор то есть они все время жертвовали и человечество всю свою историю жертвует талантливыми способными людьми которые отличаются от окружающих не в что-то они идиоты их надо признать нормальными нет это пожалуйста это отдельное развлечение для бизнеса специальных проектов нет мы имеем ввиду нормальных людей вот талантливых одаренных чаще что всегда истребляла талантливых одаренных в пользу серой массы то есть людей не то что они плохие они хорошие но они обыкновенные что называется потому что стабильность общества общество цементируется только людьми которые не обладают сверхспособностями которые могут это общество и раскачать то есть именно поэтому ремарочка такая да именно поэтому допустим в британии достаточно низкий уровень был социальных потрясений страна была колониальная да и весь этот активный элемент он сплавлялся на новые земли до англии этот прекрасный способ использовала испания да она ты выродилась поэтому они сначала собрали деньги со всего мира а потом выяснилось что их использовать не для чего она кончилась почему потому что когда она процветала захватывал новые колонии это гениальная идея наследования по старшему сыну приводил к тому что весь буйный элемент отправился где он вымирал в течение нескольких лет там в джунглях в тропиках и прочее вымирал приступы салайку и кто-то кому-то удавалось там послать обратно золото все и лучшая часть населения была просто уничтожена и сейчас испания процветает за счет кого людей которые обслуживали как то есть по сути дела люди у которых нет традиции культурной интеллигенции наследственно вот они сейчас там доминируют ну поэтому там ты приезжаешь держишься за карманы тут же в любую аэропорту потому что там карманников больше чем этих встречающих получается по вашим словам что это позволяет вот эта ликвидация до такого активного выделяющегося серой массы элемента но и стандарт людей с нестандартными цементируют да с одной стороны если их выводят из социума это позволяет на какой-то там небольшой срок решить проблемы и действительно государство становится стабильным но стратегически это проигрышная позиция правильно я понимаю но это так сказать фундаментальный механизм так называемого стабилизирующего отбора любое государство хочет чтобы и в страну населяли плодовитые бараны которые будут сдавать шерсть больше ничего не нужно ну и там умирать по танками ну когда наступит необходимость такая значит это стабилизирующая система а зачем все таки вернемся к начальному вопросу начинаются все эти революции вот эти все брожения и прочее прочее но можно посмотреть назад там вот я очень люблю 19 век поскольку ну во первых очень хорошо знаю и технику и культуру и технологии как это развивалось благо что очень много письменных источников и сказать не надо фантазировать там вот классический вариант так называемого искусственного отбора потому что развитие то идет но развитие идет не за не из-за того что оно как запрограммировано духовно да и плевать на дух чем дальше тем меньше меньше духовных скреп как известно люди используют это их только раздражает но когда скрепа мешает добывать колбасу это беспокойно поэтому это все ерунда полнейшая а вот механизмы конкурентной конкуренции когда выступают вступают конкурентные отношения не отдельные люди а крупные внутри страны популяции между собой или страны между собой вот это уже инструмент хорошие собственно и люди для чего бедняли за государство ну по-простому в шайке в большие шайки как августин говорил да чтобы для большая шайка нужна чтобы отнять у соседа еду и занять его территорию вот это собственно говоря древний биологический механизм который лежат основе еды размножение доминантости они и работают и тогда что получается вот длинная конкуренция тогда вот в чем 19 век начался эпоха пара сначала начали производить паровозы начали делать технику начали станки с приводами ну все то что называется промышленной революции не в промышленной революции дела а просто в той самой биологической дельте которая получается при использовании того из станка все то же самое еда размножение доминантости дельта использование станка это большая дельта больше еды больше размножения больше доме больше ничего но для вот получения максимальной вот этой дельты эффективности производства кто понадобился понадобились люди которые могут эту всякую ерунду придумывать механики оптики инженеры архитекторы которые эти домны могли строить службы обслуживать сложные механизмы ах оказалось что их людей нет я при все время привожу пример петра первого арифметические школы я специально поднял литературу тех времен это же ужас когда набирают дворян боярских точнее дворянских это мелкая прислуга бегущая по двору который на дворе они это мусор об этом вообще разговора нет да боярских детей наследственных набирали для чего для того чтобы в их в арифметической или навигаторской школе обучить азам то что сейчас может там третиклассник легко что он там не может определить по звездам координаты там его можно выучить за полчаса и он скажет в чем меня учить 10 на на чему здесь три года учиться ну 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 два дня с практикой а тогда они взяли боярских детей отчисление составляло до 80 процентов выяснилось что отбор то шел почему у кого там пиписка длиннее проблема за то лучше размножался да кто лучше размножался и кто деньги берег и воровал их лучше ну или там зарабатывал неважно как оказалось что отбор шел не по мозгам по по другим по биологическим принципам ну что-то там одет там в это в зипун расшитым золотом но внутри-то обезьяна прячется даже не бритая там петр первых обрил причем махровая и эту проблему не удавалось решать отчисления составляли всегда две трети это ужас это что значит это значит что самое образованное по тем временам самая богатая прослойка страны была нулевой в интеллектуальном плане и только катерина решила эту проблему допустив что набор из любых сословий лишь бы смогли но первый призыв уже у петра был наверное в элиту такой небольшой как бы люди из страны там да и там ну поэтому приглашали иностранцев которые уже там были отобраны не прошли те же самые отбор только там и об этом к европе вернемся в этом отношении екатерина решила эту проблему но что это получилось ага ты стал хорошим навигатором тесту ты освоил кончил арифметическую школу и прочее 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 а потом университет все то есть ты оказался способным к тому что другие не способны чего тебе тут же дают тебе тут же начинают слюнявить деньги но некоторым вазами как мы знаем но вот медные деньги я намекаю на ломоноса на значит начинали платить эти деньги давали что возможность тут же покупать дома жить хорошо иметь много доминировать доминировать чему это привело это привело к тому что в девятнадцатом веке уже первое второе а то и третье поколение людей отобранным по интеллектуальным особенностям то есть детей тех инженеров тех навигаторов и прочее 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 тот погибал что-то еще большая часть начался то есть что петра от петра до екатерины за там сотню лет почти ну чуть меньше возник новый инструмент искусственного отбора эволюционный когда людей стали отбирать и размножать а подчеркиваю вас просто как голубят не отбирать и размножать по интеллектуальным способностям до этого в россии они по родственному они по родственному не потому что ты там такую фамилию носишь много и смешных историй об этом и прочее прочее тут нечего говорить то есть начался искусственный отбор в россии и через два-три поколения в девятнадцатом веке еще там в европу сходили погоняли там наполеона но вот ну как известно один хороший человек сказал что европа раз сто лет собирается гордо напасть на россию чтобы получить по заднице ну вот видимо русские роста лет заходят берлин но они просто в 3 за три поколения вымирают все кто помнит как и мы набрали задницу иначе начинает по новой ну видимо скоро пора теперь с этим отбором значит что-то у нас искусственный отбор инструмент значит инструмент был предложен петру вынужденный инструмент потому что отбыл страну значит и расширять и сохранять поддержана катериной с теми же целями вот значит выработалась целая популяция их что получилось у нас начались уже в середине девятнадцатого века массовые проблемы отмена крепостного права вот эти брожения революционист революционер террорист все это а когда вот этих самых но это пока еще в крестьянской россии это была очень маленькая прослойка этих самых инженеров почитайте гарина михайловского я всегда его отсылаю он он просто вот что называется изнутри это писал чем начал писать в детстве темы он 40 лет начал писать он был зрелым человеком это не какие-то юношеские глупости а это осознанные писанины и сорокалетнего человека который там после сорока писал и там он студент инженеры вот это он просто передал эпоху ощущение бой и к чему это привело к тому что концу девятнадцатого века число этих людей накопилось достигла уже упомянутых десяти пятнадцати процент критическая масса критическая масса все с этого момента то есть это что произошло за 150 200 лет произошел искусственный отбор людей с определенным мозгом это привело к тому что на рубеже 19 20 века начались те самые революции это что вот эти 15 процентов которые во первых умнее заведомо те которые заведомо у них головы лучше работают том числе и в социальном стали возникать социальные модели новые чем мы должны обязательно вот так ходить там в середине 19 века под крепостными там глупость совершеннейшая когда можно устроить крепостных просто деньгами то же самое в советском союзе же по сути дела крепостные были паспорта не выдавали вот крестьяне пожалуйста это же такое же рабство абсолютно он только другой форме вот то есть плюс но плюс надо из этих людей всегда отбирать способных создавать условия чтобы эти способные то есть продолжать что искусственный отбор направленный на совершенствование человеческого мозга и вот вся история человечества это такой отбор как только возникает какая-то новая технология возникает необходимость конкуренции начинают выбирать способных людей но польза для государства идет ну конечно когда корабль плывет куда надо ну это полезно все таки чтобы там что-то привезти что-то отвезти но для этого нужны умные люди то же самое сейчас происходит нам полезно иметь хороших программистов к тому же это вот для молодых людей в 90 процентов случаев один способ самореализоваться он не может самореализоваться по-другому но вот в этих рамках они туда идут лучших много очень действительно способных людей как только накопится 10-15 процентов у них хватит ума самоорганизоваться самоорганизоваться ликвидирует вот эту ерунду которая у нас называлась царской россии и прочего конечно это была архаика конечно это никуда не вело достаточно вспомнить мы тут обсуждали перед эфиром вспомнить бесконечные проекты модернизации военной техники которые были в царской россии до начала второй мировой войны штук это с этим делать посылали куда подальше что сейчас происходит ровно такая же система вам повторяем подходы глобальные которые используются на западах усовершенствуем нас много хорошего оружия прочее но нужно менять подходы радикально а по старые подходы закончились тем же самым что война вторая мировая война то есть та система себя изжила и когда пришли здравые на люди то есть социализм на самом деле то что называется там переворотом октябрьским это было счастье для россии почему до огромные человеческие потери не бывает никаких смен эволюционных парадигм то есть не эволюционный парадигм развитие идет через кризисы через кризисы и система отбора новая возникла после революции до который унесло огромное количество жизней а ребята кто-нибудь считал сколько жизни не сова не унес переворот 91 года там-то какие потери сколько людей вымерло когда у них просто отняли деньги которые они копили всю жизнь в этих самых сберкасс сколько просто физически умерла от расстройства я знаю десятки знакомых у которых родители до куда бы вся жизнь в этом и их просто обобрали разорили мордастые дядьки которые радостно чирикали по телевизору это же тоже привело колоссальный поиск сколько людей уехал сколько погибло людей было вынуждено заниматься криминалом да да пассионарных активных которые в других бы условиях могли там в британии они осваивали колонии в ссср они ехали там на стройке века а в 90-е они просто истребляли друг другу истребляли друг друга или стояли вспомните мы нельзя было по центру пройти там трясли трусами на люди продавали личные вещи и все вы вспомните и все включая до охотного ряда проспекта маркса все все переулки все было запружено людьми которые торговали им очень то есть это и был искусственный отбор и 90-х годов искусственный отбор был чудовищный и он связан с тем самым вымиранием населения это к этому и привело как это не называй то же самое было в семнадцатом но давайте плоды семнадцатого посмотрим изменился искусственный отбор стали отбирать людей под задачи государства не глядя на то сколько там у тебя предков князьях было это неважно что они писались в штаны это неважно что они князья были или сколько там в двор не было смысле дворян тоже насекомарий уникальный совершенно вот кто там был ну-ка давайте-ка их смотреть то есть но это та же самая проблема что арана имущественный центр да это то же самое что было при петре первом когда он пытался из бояр найти людей которые что-то умеют это смешно оказалось так и здесь значит я плюнули на все это сословие ликвидировали все это ликвидировали и что тогда появился опять начали включили инструмент искусственного отбора который да там отягощен политическими вещами всякими глупостями строительством коммунизма всякой ахинеи но это всегда так бывает но вот но результате этого все возникла заинтересованность государства в людях нового типа ну как тогда навигаторские школы так здесь возникло что сделали в первую очередь во сколько у страна была отсталая создали убрали этих псевы половина ученых в основном это кто гуманитарий философский пароход философский пароход и слава богу философия это такая же наука как психология она умна задним числом то есть они если бы я был таким же умным как философ потом перефразируя известно значит то ненужно это было другая была философия потому что это словоблутие по большому счету интересно что у нас же колоссальный рывок это 20-е годы вот начиная от изучения работы по изучению мозга и там заканчивая астрофизикой астрофида причем не 20-е годы тут только что закончила не считаю что как бы даже и при этом прорывные работы когда и прорывные работы и не стеснялись приглашать западников у них учились их отправляли назад немцы по покупали мозги для обучения своих и создавали условия а сейчас что делать сейчас они бежит лекции читать вот он читает лекцию а потом какой-нибудь новый этот педагогический институт два года списывать на него зарплату раз и раздербанивает обычно это у нас это имитация такой деятельности обычных она потом я так понимаю что тогда приглашали под конкретную задачу до инженера на дни про не прогресс первое построить второе обучить кадры обязательные условия инженер там тогда ученые там институт мозга бог тот же самый знаменитый оскар футам инженеры на наш там этот горьковский автозавод то же самое строго под результат 100 го строго под результат и это нормально ну вот и произошло произошел тот самый научно-технический взрыв который собственно говоря сделал россию россии сегодняшней это вот что получается каждый раз нужно включать новый инструмент искусственного отбора без этого не получится потому что страну ее успехи делают не усилия они не толстовцы вышедшие босиком строгими рядами в поле нет делают люди которые придумывают то чего не было для некоторого общества поэтому из механизм искусственного отбора будь всегда включаться и без него ничего не происходит он просто происходит медленно накопление вот этих людей с нужными свойствами всегда происходило медленно но с каждым столетиям это лак укорачивается и сейчас благодаря как раз развитию вот это компьютерной техники то есть вообще иному подходу систем связи коммуникационных то есть что система связи это что это говорит о том что инструмент но вновь создаваемый инструмент искусственного отбора может быть немедленно при примененен по всей планете это к чему приводит я не говорю там о содержании это все ерунда это вот специальные болтуны есть об этом вот о том что в возникает механизм увеличение скорости этого отбора я думаю в ближайшие годы в обозримом будущем это произойдет причем этот отбор из-за того что здесь двойная тройная то есть четверная система имитации сущности то есть имитация компьютерный там несколько слоев которые умело скроют большинство не поймет что происходит то есть люди не поймут что происходит это не кибер войны это совсем другое это механизм использования киберпространства для ускорения эволюции человеческого мозга и он будет происходить с потерями но получается значит что периодически государство встает перед такой развилкой формируется вот это вот эти условно 10-15 процентов умных людей стать отбора и дальше у нас возможно два варианта либо они там ломают нынешнюю систему и возникает нечто новое неизвестное либо государство может же их использовать может то для этого государстве должны быть не идиоты во главе а вот что для этого надо вообще а для этого надо чтобы туда хоть какое-то количество попадала людей адекватных но у нас же эволюционный процесс то негативный у нас люди которые так сказать достигают очень высоких уровней они достигают их не благодаря тому что они пацифисты гуманисты или там государственные деятели которые очень осознанно понимают то что происходит всем по другим принципам достаточно посмотреть не обязательно у нас можно на америку стоить можно европу тот же микрон то тоже мерки врачом вообще говорить это куром нас михаушни говорю то эти социалисты бывшие социалистические страны какие там интеллектуалы там биологические критерии конкуренции а если биологические критерии конкуренции биологическим признакам и конечно используется то о каком уме может вообще идти речь там если главное там договориться с друзьями там вовремя так сказать расплачиваться или уничтожать деньгодателей там это уровень там средневековья то есть и поэтому а раз негативные отборы наверх не просачиваются люди адекватные значит естественно любое государство не обязательно наше американцы европейцы и именно поэтому сейчас во франции эти самые конфликты они не понимают чего делать власть первую очередь власть не понимает то есть нет чтобы пригласить специалистам лучший французский философ говорит о том что ну все эту толпу надо стрелять ребята вы в своем уме это что за философ и причем правда тоже пароходом в америку ниже у них же была очень сильная школа вот по психологии толпы там лебнона так это говорит о том что было эта школа не стоит ничего потому что они понимают что как описать вот выход толпы в конкретной ситуации но они понимают причин причин это заключается в том что во франции прошел обратите внимание кто ходит в этих желтых жилетах это не 18-летний до стоявшиеся люди как правило французы коренные это люди прошедшие искусственный отбор внутри страны в шестидесятые семидесятые восьмидесятые годы они хотят этих изменений и они конечно добьются вопрос только такой кровью или нет но американцы могут им помочь как в 68 году устроить большую кровавую разборку на самом-то деле там же вы знаете что проблема была в том что французы потребовали за американские бумажки вернуть им да да и тут же начались революции цветов ну вот сейчас там будут революции подгузников еще что-то они могут помочь для того чтобы свалить но вроде макрон там свой поставлен финансовой элитой американской кстати говоря но так что вроде бы его валить не хочется но биологический процесс остановить нельзя созрело поколение этих людей много их я думаю около десяти процентов если это сейчас не получится что через несколько лет это все равно получится а поскольку в правительстве адекватных людей просто нет вот они не попадают туда по физическим причинам потому что они закатывают глаза в ответ там на всякие предложения такого рода там профилактики эволюционных процессов я сам это делал вот они закатывают глаза и говорят что это ерунда все ну хорошо дождетесь пока с вами к вам придут с мылом и веревкой вот интересно вот профилактика эволюционных процессов это но это отдельная тема здесь я должен вернуться к своей старой формуле я готов конечно пожалуйста но как прапорщик задов не спросить а за сколько нет ребята вы хотите управлять страной так давайте вы знаете любое здание строит строители обращаются и говорят давайте построим здание он будет хорошо давайте сделаем проект так а проект это сколько стоит сразу возникает вопрос 10 процентов от стоимости здания это будет очень интересная тема возможно да да давайте ребята у нас сколько там значит мы насколько хотим заложить это всю историю там например на 10 лет 10 лет стабильной жизни страны да а сколько там у нас бюджет ну чистая дельта так 10 процентов и мы с удовольствием займемся это бесплатный сыр как известно только в мышеловке по-моему в 90-е годы в нее залезли до сих пор не могут ребра восстановить передавленной вилочкой что хорошо видно он выйдите на улицу посмотрите подойдите бензоколонки у нас же передача теперь будет серии называться заправка мозга капать будет все меньше и меньше если так дело пойдет но мы надеемся что кому-то это возможно стали интересным потому что уже бесспорно наступает эпоха перемен я не говорю про россии вообще говорю про мир это заметно конечно и те представители власти которые хотят чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно они должны как-то задумываться над теми механизмами которые позволят не только там локализовать и отложить эти назревшие перемены направить их позитивное русло ну да хотелось бы чтобы все-таки научная мысль была не направлена не разработку диаметра резиновых пуль на что-нибудь более позитивное все таки но вот меня связи с этим другой вопрос хотя связаны с предыдущими как вы считаете вообще вот вы сейчас рассказали нам очень интересно о тенденциях которые так или иначе да влияют на общество изменяют его в первую очередь о биологических тенденциях но пока я слушал вас получается что все до сегодняшнего дня в общем то идет достаточно хаотично нет целеуправляемых нет а все идет целеуправляемые эволюции ускоряя скорость лак все меньше и меньше потому что востребование к людям ну представьте все требования к людям к отбору к интеллектуальному например в 60-е годы не так давно это что это инженеры электронщики такие такие еще старые это биохимики фармакологии это химия почти сплошная проходит 20 лет и на первую создаются идеальные условия за огромные деньги тем кто уже становится не просто электронщиками два транзистора спаять а те кто станут программистами за 20 лет и программисты начинают получать такие деньги что могут размножаться как тараканы просто оплачивая всех своих многочисленных жен и потомков и биохимики не просто биохимики а мол биология которая касается живых организмов там целые заводы стоят которые производят на культурах клетках лекарства важнейшие для человечества вот кто востребован видите меняется и очень быстро 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 с огромной скоростью меняется механизм искусственного отбора то есть механизм искусственного отбора действует так ты не умеешь ничего значит денег не будет значит а ты умеешь и вот ты сейчас востребован тебе много денег ты и в результате возникает пул людей то есть через каждое если раньше там нужно сто лет было ждать то теперь там 30 лет вот во франции как я понимаю судя по лицам которых там ну лет 30 35 это предыдущая генерация вот этого искусственного отбора вот они вышли то есть им было 20 они сейчас 50 там от 40 до 60 вот они ходят по улице и сейчас это происходит то есть механизм динамический другое дело его хаотичность я говорю я имею ввиду что мы говорим здесь про эволюционность развития несомненно а я немножко про другое про некий такой рациональный элемент в этом развитии направленную вели про направленную эволюцию чтобы наконец мы это перевели как бы из какого-то такого неконтролируемого процесса туда куда нам это надо но для этого нужно сделать страшную вещь надо согласиться с моими словами значит а это недопустимо потому что тогда нужно отказаться от массы в том числе философов нужно еще пару пароходов а можно специально для наших зрителей с какими именно словами как вот вкратце не все не все смотрели все ваши передачи стоит посмотреть если мы хотим сейчас чтобы действительно общество имело цель общество развивалось уже не исходя из не до конца понятно нам эволюция исходя из поставленных задач выгодных человечеству что мы должны сделать ну мы нам надо переходить церебрального сортинга другого способа нет а можно опять же для наших зрителей но церебральный сортинг есть книжка церебральный сортинг и есть книжка замечательная книжка изменчивость и гениальность где обосновывают с научной точки зрения на конкретных примерах талантливых одаренных людей то есть нужно отбирать людей не по айкью не по способу тестирования не по форме языка преданного лижущего известное место по совершенно другим признакам то есть по основам конструкции головного мозга для этого есть сейчас все условия чтобы создать такой прибор не далее как вчера я обсуждал возможность создания такого прибора в нашей стране могу сказать проблема решена осталось там политическая воля и каких-то несколько миллиардов долларов что в общем ерунда на самом деле то есть десяток танков можно пожертвовать но и тогда мы получим но совершенно новый биологический инструмент эволюционный мы сможем отбирать людей нам нужен например создатели танков ну так уж совсем просто или создатели мы их наберем таких как нужно мы соберем а уже об этом тысячу раз говорил мы соберем нам нужно например погубить америку ну давайте погубим просто не надо там пускать танки не надо пускать линкора потому по потомаку не нужно ни к чему зачем давайте соберем таких как сорос там в наберем по мозгам не те кто устраивает нам такие фокусы с нашей экономикой что волосы дыбом встают а настоящих специалистов то типа сорос и завалим эту экономическую систему федеральную резервную зачем нам не надо будет их ниоткуда приглашать не надо не надо тестирования да 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 то есть но не тестирование просто сканирование мозга восстановление запустим вот инструмент будущей войны этого никто не понимает не железки будут летать железки сейчас будут летать день слабо недоразвитых странах там это для этого все приспособлено туда их и продали поэтому особенно старые а будущая война между серьезными государствами которые сейчас этом с этого все будут кормить со всех этих войн она будет состоять не в том что кто-то будет куда-то чего-то стрелять она будет состоять в системе управления интернет-система она как раз создает условия для этого осталось этим воспользоваться для того чтобы этим воспользоваться нужно найти гениев которые в этой системе бы работа занимались войной это не киберпреступность обвалить там пару банков не горит и какие-то ерунда совершеннейшая речь идет о более глобальных системах пири который позволяет полностью контролировать государство изменить менталитет всех людей очень быстро это делается просто благо сейчас оружие уже каждый принес свой дом то есть на самом деле у каждого в кармане лежит взрывное устройство которые разрушат вот на щелчок если этим воспользуется умный человек но этих умных людей надо создать то есть найти отобрать и поставить перед ними задачу то есть войны будущего этого воина за человеческий разум с его же помощью как обычно можно ли говорить о том что мы можем подступиться к тому что я так думаю пытались создать в советском союзе это построение общества уже в основе которого будут лежать не биологические да ну конечно но это же мечта человечества то о чем говорю как сделать людей счастливыми все в советской россии все было хорошо кроме одного они не знали как отбирать комиссаров и комиссары моментально соединились снэпом и сталинская вся эта история можно сколько угодно меня осуждать о том что я ничего не понимаю в этом деле но сталинская история был выход и поскольку извините уже не понеслились системой портократии так что не разлей вода был два варианта или сдаться вернуться опять в тот капитализм или пытаться строить вот этот социализм то есть общество в которых будут лежать небиологические принципы в основе поведения но тогда придется к сожалению всех этих ребят расстрелять что и было сделано так что здесь вопрос один то есть продолжать систему социалистического искусственного отбора или вернуться капиталистической поскольку уже комиссарщина вся гуляла по кабакам по коммерчески ну так же как у нас все нормально ну то есть получилось что инструментарий был создан и достаточно эффективный но до конца получили нового человека не получил потому что не было объективных систем отбора приходили честно глядели в глаза своими рыбьями говорили о преданности говорили о преданности да 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 тут же разворачивались другую сторону тут же как только их брали объективного критерия если бы они довели восьмидесятые годы эту систему до конца и стали бы сортировать наверх но там уже были родственники там уже уже дети внуки уже там которых выдавали за там инвалидов пострадавших на царской каторге что смеетесь я сам помогал такой инвалидки получать в на в грановского теперь романов переулок в распределители колбасу финскую когда у нас за одна морская капуста была в магазинах числилось как пострадавшая на царской каторге ребята от этого уже люди не отказываются поэтому конечно это бардак так же как в семнадцатом году это надо было менять но могли используя вот этот инструмент искусственного отбора людей по способностям то есть то что сейчас происходит болезненно с кровью каждый раз вот эта смена эта кровавая история называют революциями сменной формации спокойно отобрать этих людей спокойно дать им возможность управлять страной и получили бы такие преимущества что сегодняшние там американские бизнесмены были бы за счастье там почистить нам ботинки которых там наши чудаки молятся но это вот о чем речь идет то есть кто-то первый освоит технологии то есть технологии искусственного отбора следующего поколения если следующая система социальной кто-то будет управлять миром кто это не освоит будет ботинки чистить то есть слова которые говорил сталин или ему приписывают что кадры решают все да они в общем-то правильные и предложенные вами технологии они могут да да только реально решить эту кадровую проблему а так приходится что тому же сталину приходилось предлагать они делали делали не то приходилось расстреливать но как это не он придумал вообще-то это во франции гильотина на 600 человек ну не гильотина это виселица на 600 человек там весь все еще отдыхает своими тройками когда из-за того что все время много ошибок при декапитации гильотину построили это не он придумал это человечество в европе отбирала тысячелетиями своих же собственно граждан по этому принципу оставляя удобных истребляя неудобных а когда возникала необходимость для развития конкурентного начинали выращивать этих самых неудобных которые отсвергали по популяцию предыдущую именно таким способом они просто напрямую вешали декапитировали ну просто ничем если он очень отличался даже в меньших масштабах внутри нашей страны не было местных христовых походов с вырезанием по 80 процентов населения этот маразм у нас никогда не был как в европе поэтому у нас все впереди но однако вот такой вопрос тогда возникает пока к сожалению мы еще не разработали этих блестящих механизмов кадрового подбора пока мы не объективны они не объективны ты кадровый подбор и может осуществляться методом тестирования потому что обезьян всегда понят но вот пока этого нет да и вот даже говоря не о россии мне тут интереснее наверное мир в целом те страны которые принято называть передовыми и развитыми по крайней мере их считают такими как бы да вот можем ли мы говорить о том что действительно началась в сравнении там золотым отлично я считаю золотой девятнадцатый век золотые шестидесятые года когда вот началась вот эта там мирная конкуренция там двух систем как бы вот сравнение с этим временем можем ли мы говорить что действительно началась какая-то деградация общества справедливые эти слова и если это так является процесс деградации этот необратимым либо это всего лишь опять же путь к тому чтобы через кризис выйти на некую новую степень развитие ну конечно сейчас просто больше инструментов которые мы рассматриваем как деградация просто намного больше механизмов имитации человеческого поведения тоже деградация только да да то есть более лукавая за задача это любого любой страны создать у людей скажем так ограниченных интеллектуально иллюзию их полноценности ну тогда они просто не будут выступать и прочее сейчас благодаря вот средства массовой информации вот компьютер компьютеров создается иллюзия антропоцентризма у каждого человека он там смотрит в эту лабуду которая контролируется полностью и ему кажется что он в чем-то участвует что-то какие-то решения принимает это очень хорошо потому что это инактивирует его персональную активность то есть да конечно вынос решения вот в эту лабуду эти устройства я называю лабуду и там айпад айфон я даже вводил термин такой гомопады то есть гома надо прямо записать как гомопады то есть те которые на самом деле с моей точки зрения вот если там где делать до деградации дошло достаточно глубоко это мы часто видим на улице да это тогда когда интеллект вынесен у гомопада интеллект находится в этой штучке значит а сам он является биологической приставкой то есть которые из половые органы пищеварительная система сознание вынесено в облачную сферу то есть а вот это вот осталось исключительно обезьяне то есть часть лимбической системы и система коммуникации ну да представляет такую пищеварительную приставку потому что свидетельств это очень много просто который вообще ничего не понимает круг ну живет по биологическим законам абсолютно потому что рефлекторно рефлекторно да но и вся эта рефлексия замыкается на принятие решений с помощью вот этого будды до таких людей становится все больше это кто-то контролирует эти громадные объемы данных до используют для рекламы и для управления вмешиваться всегда таких лопухах легко заработать легко их послать куда хочешь хочешь под танк хочешь на демонстрацию значит покупать ненужные вещи да да но это обязательно но самое страшное нет а самое страшное в том что даже не такие простые приемы даже не система контроля даже не системы слежения все это ерунда совершеннейшая те что люди которые даже это все контролируют и все этим управляют они не понимают что они являются сами участниками биологического процесса и поэтому результаты зачастую для них очень неожиданны вы вспомните как один из владельцев крупной сети там демонстрировал жидкий стул в конгрессе сша когда его допрашивали с пристрастия на есть ли он такой умный не создают сеть для того чтобы управлять людьми да еще с помощью цру что хорошо известно ты чего в штаны ты делаешь это с чего стало что с тобой происходит а очень простая вещь не в цру не он сам они не понимают что 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 и с чем имеют дело они имеют дело с биологическими процесса которые им не подчиняются да они молодцы они собираются этого деньги вроде как пытаются что-то там контролировать но непонимание биологических процессов то уж происходит в головах наших полуобезьянь их приводит к тому что они всем попадаются в дура оказывается дурацких ситуациях западный позитивизм они не не пытаются понять тенденции интересует только практические результаты все не понимая поесть выпить размножиться продоминировать но все-таки это необратимый процесс да конечно те дело в том что необратимость она состоит в том что поколение которые сложились в этих условиях то есть на накопили социальных инстинктов они к сожалению вынуждены будут уйти но не по-французски конечно там через виселицев на 600 человек и гильотины но поколение гомопадов поколение гомопадов не нашел себе силы они обречены к сожалению да это ну вот многие об этом говорят они обречены ничего не сделаешь но если вы там ребенка с 6 там до 12 лет он находится в этой среде да то дальше его исправить нельзя даже с практической точки зрения все-таки у нас в сутках 24 часа надо сколько-то поспать и на время время работы учебы она тоже достаточно ограничена и все это время ты можешь либо усваивать информацию нужную тебе для профессионального роста либо ты значит будешь там что-то тыкать смотреть то что тебе не надо и тратить уже подсчитано же помог я не помню точно цифры но где-то около наверно четырех часов среднестатистический человек смотрят этом совершенно не надо это все потому что для осмысленной деятельности ресурсов мозга в среднем хватает на четыре часа именно они все то в этой лабуде прекрасно то есть но замечательно то есть но это упрощается искусственный отбор связанность с прямым уничтожением вот и все среди славич спасибо вам громадное очень интересная содержательная беседа я просто очень надеюсь что вы найдете время еще раз к нам прийти уже ответить не только на мои вопросы а на вопросы наших зрителей которых я уверен будет очень много и мы с вами обсудим как текущую повестку так и глобальные вопросы связаны с выживанием человека и человечества спасибо вам грамм вам тоже спасибо будем заправлять мозг спасибо вам грамм 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 вам грамм